Украфтодор показал, как ликвидируют оползень на трассе Киев-Одесса. В Одесской области до 3 августа завершат ремонт на участке возле села Троицкое, где в результате сильных дождей произошел оползень. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на официальную страницу Украфтодора в Facebook. Сейчас возле Троицкого укладывают георешетки, которые усилят насыпь и геотекстиль, несущий функцию армирования и пропускающий воду и воздух. Эти поможет бороться с эрозией почв. Как сообщал ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков. Причиной оползни и деформации дорожного покрытия стали не только дожди, но и тот факт, что трассу не ремонтировали 15 лет. Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что инфраструктуры интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине, уточнил он. Поэтому еще в 2019-2020 годах по программе президента Владимира Зеленского большая стройка трассу М-05 начали обновлять в Киевской и Черкасской областях. Параллельно идет подготовка к ремонту около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБР и ЮЭП. На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры, ждем объявления тендеров, после чего начнем ремонт. Уже через несколько лет дорога Киев-Одесса станет образцовой, заверил Кубраков. Как сообщал координатор Большой стройки, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко, по программе президента Владимира Зеленского до конца 2023 года в Украине будет обновлена вся сеть общегосударственных дорог, что составляет более 20 тысяч километров.